Здравствуйте дорогие наши зрители, а также подписчики канала. Сегодня мы поговорим о самых классных вариантах в бюджетном классе. Это будет Ford Focus, это будет Skion, целых две модели. Полетели! Что можно сказать о Ford Focus? Это третье поколение. До Restyle имел свои нюансы в плане внешнего вида. Да, он не всем нравился, на него возлагали очень большие надежды, но, увы, машина себя не оправдала. Restyle это классная решетка, которая похожа как у Mondeo, как у Fusion, она дерзкая. У него классная оптика. У нас здесь 2 литра, коробка PowerShift, 6 ступеней. Машина отзывается на педаль газа, очень круто. Салон у нее интересный тем, что здесь используются вставки из кожи. Здесь пластик, адекватная сборка. Он нигде не скрипит, не хрустит. Он себя показывает на всем протяжении жизни довольно классно. Также, в самых даже дешевых вариациях этой машины у вас будут электростеклоподъемники, у вас будет полный электропакет. И эта машина выходит вам в целых 6 тысяч долларов. Да, это классно. Я считаю это так. У нас, наш экземпляр 2016 года, на крутых катках, у нас здесь 2 литровый мотор, о котором мы говорили раньше. Пластиковых элементов немного. Кому-то нравится, кому-то нет. Я больше люблю открытый двигатель. По общим ощущениям, я вам скажу, машинка достойная. Я бы себе взял бы в такой бюджет, потому что вариаций на эту сумму, в принципе, и аналогов нет. Стоит также отметить, что есть разные варианты исполнения этого автомобиля. Также стоит не забывать, что есть вариация ST, RS, 2.3 эко-буст, 2-х литровый эко-буст. В данном случае обычный 2-х литровый двигатель, без надува. Но, тем не менее, его достаточно в повседневе. Расход этого автомобиля в режиме спортивном приблизительно 10 литров. По трассе расход у него приблизительно 7-6,5, смешанный 7,5-8. Над ним поработали, видно, что дизайнеры, потому что он красивый. Сам багажное отделение, оно объемное. Плюс, учитывая тот нюанс, что задние сидения слаживаются, у вас объем увеличится еще. Здесь карпет по бокам и карпет недешевый, приятный на ощупь. Также полочка, но полочка никакая. Также у нас две ручки для удобства закрытия крышки багажника. В принципе, все. Здесь маленькое стекло, тем не менее, обзор это не мешает. Также, учитывая тот нюанс, что здесь у нас в комплектации находится камера заднего вида, в принципе, его размер даже не имеет значения. В машине все добротно собрано. Никаких особых скрипов нету, конечно, не будет на вот этом вот дешевом пластике, который на центральной подконсоли. Но на самой торпеде он прорезиненный, он аккуратный, и он не дает никаких скрипов, ни бардачок, ничего. Руль у нас обшит кожей. Также имеет функцию мультируля. Большое количество кнопок. Все классно, все регулируется. Это расположение селектора АКПП удобное. Под подлокотником бардачок совсем маленький. Два длины для напитков. Спидометр имеет небольшой экранчик, в котором есть самые основные показатели, типа расхода, замены масла, как бы пробеги и тому подобное. Также справа у нас спидометр, слева тахометр. Ну и, собственно, уровень топлива и температура двигателя. Комплектация у нас СВ. Тем не менее, мониторчик у нас маленький. Можно найти и с большим монитором. СЕЛ еще лучше. Там можно найти кожаные сидения. В данном случае у нас нет люка, хотя не бывает. Камера заднего вида. Отделкой кожи у нас это чехол селектора и подлокотник. Дверные карты у нас пластиковые, небольшая тканевая вставка в дверях. Эргономика. Довольно-таки удобно. Правильно находится открытие двери. Собственно, ручка. Хорошо расположена сам блок электрозеркал. Удобно. Руль регулируется у нас по высоте. Вверх-вниз, а также от себя и к себе. Несколько микрофонов в этой машине. Качество связи довольно-таки хорошее. Музыка тоже хорошая. Вправду хорошая. Посадка. Это моя удобная посадка. Посмотрим теперь, что с местом сзади. Колени никуда не упираются. Место здесь есть. До верхушки потолка здесь высоко. И стоит заметить, у меня рост метр 83. И мне за собой удобно. По рулежке она довольно-таки четкая, лаконичная. То бишь, малейшие какие-либо движения рулем. Машина сразу дает об этом значительно. По звуччивости моторов. Когда мы переводим селектор в положение S, машина себя ведет совсем по-другому. Из того, что мне не нравится. Большое количество пластиков. Так как это выполнено в стойке, хотелось бы на стойках видеть какую-то кожу. Либо какой-то более интересный вариант оформления самой стойки. Потому что просто прямой пластик. Не знаю. Мне не нравится. Какой будет аналог на рынке. Это старые МСТ и старые BMW. На которых уже пробег будет за 200 тысяч. И добросовестно скручен где-то под Польшей. В нашем же случае пробег 68 тысяч километров. А вот, собственно, наш второй экземпляр. С Сеон ИА. По сути, это Мазда 2, которую немножко изменили спереди. Только спереди. Здесь у нас 1.5. Двигатель бензиновый. На целых 100 коней. Эта малышка неплохо едет. У нее осталось все от Мазды. Весь салон. Все, в принципе, Мазда 2. Кроме внешки передней части. В ремонте эта машина неприхотлива. Потому что на Мазду есть детали везде. А значит, у нее тоже. Она не отличается. Она такая же самая. Машина валкая везде. Она довольно мягкая. Собрана она добротно. В неспокойном режиме она потребляет в районе 9 литров. В спокойном этот расход можно довести до 8 по городу. Внешне она имеет интересный дизайн. Она отличается от своих собратьев полностью. Как бы я против Мазда ничего не имею. Но здесь он как-то интересный обыгран. Мне нравится, как сделаны фары здесь. Этот весь дизайн как будто бы не с этого мира. Он реально отличается полноценно. Высокая крыша. Диски у нас здесь 16-е. Ну что ж, поехали смотреть дальше. Вот он тот самый полтора литровый монстр, который выдает целых 106 лошадиных сил. Здесь обычные мазовские моторы, на которые налепили щиток от Toyota. И так продают под маркой Sion. Добро пожаловать в 21 век. Сзади, как мы видим, все та же Мазда 2. И так, посмотрим, что у нас представляет из себя багажное отделение. Блин, твое налево. Срагульные машины понапридумывают. Где эта кнопочка? А, сука, кнопочки нема. Давай срагуйся ты конем. Мэджик. Багажник здесь просто неимоверно большой. Здесь, как мы видим, ездит девушка. Здесь куча всякого барахла. И это все помещается. Еще и место есть. Что удивительно. Так, здесь мы видим кнопку, которая откидывает заднее сиденье. Что еще в разы увеличивает? Сзади место. Ну, здесь интересный салон. Все не потому, что здесь три иконки. Хотя это важный атрибут, который должен быть в каждом автомобиле. Здесь кожаные вставки на торпеде. Кожаные вставки на картах дверей. Кожаная вставка на селекторе АКПП. И самое главное, почему здесь нету подлокотника? Находится блок управления мультимедией. Джойстик, как у BMW. Прям вообще супер. Шок и так интересно. Бардачок у нас большой. Люка нету. Сиденье обычная тряпка. Мультируль. Руль не обшит. Он просто прорезинен. Пластиковая вставка в руле. Система стабилизации включения здесь. Справа у нас один монитор, слева второй. Слева у нас как тахометр. Причем он не в виде стрелки сделан, а просто поднимающейся шкалы. Справа у нас объем бака, запас хода и температура. Разгон в этой машине неплохой. Что-то трещит сзади, какой-то пластик. А это говорит о том, что часть сборки не самая великолепная. Здесь рулежка немножко вальяжнее, чем на фокусе. В машине мягко. Разгон у нее достаточно хорош. Для этого один метайк мотора. Особенно в режиме спорт. Расход у него великолепный. Машине шумновато. Из этих всех трех уренов, чтобы я выбирал, я бы все-таки присматривался в сторону фокуса. Ну и что не отнять у японцев? Это реально тот момент, когда открываешь, открываешь двери. Как говорит мой оператор, банка спадшпротов. Ну да, это звук методически чистый. Эта машинка себя позиционирует как молодежный автомобиль. Потому здесь находится неплохой двигатель, который адекватен по расходу и по динамике. Это двигатель от Toyota Corolla 1.8 на 128 лошадиных сил. В паре с 5-ступенчатой механикой, либо 4-ступенчатым автоматом. Самым простым, самым надежным. Машинка себя показывает крайне хорошо в плане разгона. И в городе, в принципе, она себя не чувствует обделенной. Она хорошо разгоняется, она свободно чувствует дорогу. Ее, конечно, немножко подкренивает она жесткой по ходовке. Но, тем не менее, за счет высоты самого автомобиля она ловит крены. И учитывая, что тут нюанс, что у нас 17-е колеса, все, что есть на дороге, все идет в салон. Если говорить об задней части автомобиля, то она сделана лаконично. Даже несмотря на то, что здесь стекло маленькое, сзади видно все. Плюс, учитывая тот момент, что машина имеет немножко квадратные размеры сзади, проблем с ее парковкой нету вообще. В данном случае у нас здесь камеры заднего вида нету. Но, тем не менее, обделенным ты себя не чувствуешь. Хорошо отрабатывает этот нюанс боковые зеркала. Плюс, задний ряд сидений слаживается и образует очень объемное плато. И, слаживая задний ряд сидений, у вас добавляется место. Тут реально можно небольшой холодильник перевезти. У нас здесь есть куча органайзеров и карманщиков, где можно что-либо спрятать. Также здесь есть запаска. Салон его прикольный. Здесь есть пара бардачков. Один верхний, небольшой, один нижний, более объемный. Также подстаканник, который выезжает, как тема в 90-м BMW. Коробка автомат, 4 ступка, вручник, системы стабилизации, 4 кнопки. Сидения у нас тканевые, карты сугубо пластиковые. Также здесь есть небольшая вставка из ткани. Сама торпеда у нас пластиковая, без прорезинных деталей. Здесь хороший двигатель. Здесь неплохая музыка. Здесь хорошее сидение, высокая посадка. Хороший обзор. И это хороший вариант для того, чтобы купить как первую машину, либо же на повседнев по городу. Потому что расход этого автомобиля в районе 9 литров. Смешанных 8 и по трассе 6,5. Полный электропакет, регулировка зеркал. Электрическая у нас, все четыре стеклоподъемника. Минимум всего, что может поломаться. И максимум для того, чтобы передвигаться по городу. Честно, я бы даже себе такой вариант рассматривал, как вторую машину сугубо семейную. То бишь, ты покупаешь себе свою мечту, там не важно какой марки. И вот этот вариант для того, чтобы передвигаться по городу и получать удовольствие. У вас маленький расход, надежный автомобиль. Достаточно места, возможность слаживать сидение, что увеличивает грузовую площадь автомобиля. И да, рекомендую. И теперь самое сладкое. Это цены. И Axion можно взять за целых 6 тысяч долларов. Focus вам же обойдется 6,2-6,5. И XD 5,5. Если какой-либо вариант с этих автомобилей вас заинтересовал, пожалуйста, оставьте свою заявку в комментариях, либо же по номеру телефона, который будет указан в описании. А с вами была компания USWILLS. Ваш надежный сервис по доставке автомобилей из США. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, и вы обязательно будете в курсе самых крутых вариантов автомобилей. А также стоит знать, что это всего лишь 3 варианта бюджета автомобилей, которые можно привезти. А их уйма. В них видно, в принципе, все, что находится по правую, по левую руку от вас, а также сзади автомобиля. Колотай, колотай. Ха-ха-ха.